Центральный парк Черкеска в последние годы преобразился, но это оказывается не конечный результат. Здесь предстоит провести масштабные работы. Решение о реконструкции главного сферы республиканской столицы в этом году было принято во время субботника и проведения всероссийской акции «Сад памяти». Альбина Ламкова подробнее. Приведем в порядок парк наш. Все для города. Чтоб всем было приятно. Субботник начался в 9 утра, крапал дождь, но погодные условия на снижение трудового показателя никак не повлияли. День прошел весело и плодотворно. Все дружно разобрали рабочий инвентарь. Метла, грабли, мусорный пакет и известь с кистью, так как для деревьев в парке необходимо весенняя побелка в поддержании его покрова. На место проведения работ прибыл и глава Корчаева Черкесии Рашид Темрезов. Здесь же было принято решение о реконструкции главного сквера республиканской столицы в этом году. Здесь будет нового, кроме фонтана или концептально нового. Вы же концептально ничего не меняете здесь? Вокруг фонтана будут такие, как перголы, зоны отдыха. И плюс мы хотим сделать здесь проход, чтобы был выход на площадь, соединить с площадью. А музыка будет? Конечно, музыкальная же. Проект центрального парка выполнили с учетом мнений горожан, которые участвовали в опросе. Как ранее было сказано, основная концепция будет сохранена, но объект примет современный облик. Также в этот день глава региона, председатель народного собрания, члены правительства приняли участие в Всероссийской акции «Сад памяти». Каждый из них посадил по одному дереву под уболистной рябиной. Всего же было высажено в парке 23 дерева. 12 рябин и 11 повислых берез. Мы посадили дерево. Я специально сегодня пришел со своим сыном, и мы вместе приняли участие. Как я всегда и говорю, чтобы мы такие акции проводили не только в преддверии Великого праздника Дня Победы 9 мая, чтобы у нашей молодежи, у наших детей это было в душе каждый день. Надо сказать, что глава региона принял стафету по участию в акции «Сад памяти» от губернатора Воронежской области. Кому вы передали стафету? Своему коллеге, губернатору Приморского края Олегу Кожемякову. Памятные акции принимали участие не только представители власти, но и волонтеры. Теперь в будущем ребятам можно и отдохнуть под рябиной, вспомнив этот важный памятный день. Буду рассказывать о том, что я принимал здесь участие, и это будет гордость для меня. Всего в рамках акции «Сад памяти» на территории Корчаева-Черкесии этой весной будет высажено 22 450 деревьев. Именно столько наших земляков не вернулось с Великой Отечественной войны. Здесь каждое дерево будет служить символом благодарности поколений. «Сад памяти» – это не просто акция. Это начало доброй традиции, чтобы сохранить подвиг предков. Историю страны, историю каждой семьи. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Корочаева, Черкесия.